Один случай я вам расскажу, который случился со мной. Ирθε к монастыру один молодой человек, чтобы причаститься и собесповеваться. Когда он сказал, я заметил, что что-то не так. Что-то его беспокоило, но он не мог это освободить из себя. Что-то так сильно мучает и о чем ты не можешь сказать. Он подпрыгнул. И откуда вы знаете, что меня что-то мучает? Я же вижу, что тебя что-то мучает. Скажи мне. Я смотрю в его глаза, прямо в его глаза. И спрашиваю его прямо, ты принимаешь наркотики? Он опустил свою голову и начал плакать. Что надо делать, Геронда? Что надо делать, старец? Геронда? Поехали, что он живет со своей мамой. Поехали, что он живет со своей мамой. Отца у него не было. Ему нужна была отцовская любовь. И вот этот ребенок, который пришел, приблизился к церкви. В церкви он нашел любовь. И постепенно, со своим хотением, он остановился, перестал принимать наркотики. Он учился, получил образование. Потому что он все это оставил, было заброшено. И сегодня он очень хороший отец. Поехали. 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 Теуголь. — Однажды я ему сделал замечание, когда мы уже появились дети, что нельзя детей любить слишком, чрезмерно сильно. Ребенка нужно любить ровно столько, чтобы этого ему хватало. Нельзя ему давать полную свободу ребенку. Тогда ему нужно любить. Но полную свободу нельзя давать. Это очень большая тема, тема, как воспитывать детей. Поэтому остановимся на этом, что дети нужны Бога. О Христе, что Господь помог, Иисус Христе сосредоточил. Потому что сегодня это рано человечество большое. Моя дочь, 36 лет, 16 лет, она страдает зависимостью от наркотиками. Где могу заказать требования, чтобы они молились в вашем монастыре? Когда мы будем уходить, вы сможете подойти к отцу Тимофею и передать ему требования, или у кого есть тимина, и они будут молиться. Продолжение следует... Так как у нас начинается 40 дней молитвы, вот кто хочет, может сообщать имена, и мы будем на этих молитвах читать все имена. На польку мне рот все? На польку мне рот все? Не, не, не. Честный отче, как мне стать хорошим мужем моей жене и хорошим отцом моим детям? Я скоро планирую пожениться. Спасибо, Господи. Как говорится, от Бога... От Бога начинается все и Богу все кончается. Этот молодой человек очень хорошего... Как ему стать хорошим отцом и хорошим мужем? Продолжение следует... Счастья, beautiful... ...частья, with the Lord... ...частья, разумеется... ...счастья, что им подойдет... ...частья, что им будет говорить о своей душах. Они должны быть хорошими, должны делать послушание, потому что послушание это путь к спасению. Если оба тоже будут исправдоваться у одного духовника, то они должны быть уверены в том, что они говорят, что они должны быть уртодоксой, христианской семьей, и они должны быть уртодоксой и уртодоксой. Мы не можем дать нам в том, что они хотят, но что нужно. Если эти люди будут исправдоваться у одного духовника, и будут хорошими послушниками, и создают правильную православную христианскую семью, тогда они будут под крылом ангелов. И поэтому даже когда будут дети, у детей тоже будет всё хорошо в такой семье. Главное, чтобы они давали детям любовь, но любовь столько, сколько нужно, а не свободу чрезмерную. Мы должны научиться говорить с детьми, с нашими. Мы должны поговорить с тем, которое мы интересуем. может в начале ребенка не преодолевает, а если от маленького ребенка мы сидим вместе с ним, когда ребенок приходит в эпидемию, потому что у него многое спрашивает, И когда тебе нужно разговаривать уже с маленького возраста и делать это постоянно? Если мы можем стать друзьями нашим детям, то есть у него есть много проблем. И если эти проблемы не будут решаться дома в семье, то они тогда их решают на улице и на дорогах. И это очень плохо, конечно. С малых лет мы должны приучать ребенка, чтобы он был в церкви. Мойца начинает понимать, что в 5-6 лет он должен был в церкви. И как только уже он начнет... То есть уже в возрасте 5-6 лет, когда ребенок болен и ничего не понимаешь, уже было бы неплохо, чтобы ребенок исповедовался. Конечно, ему нечего будет особо сказать, но он привыкает к исповеди. И когда ребенок болен, то есть ребенок болен, то есть ребенок болен, чтобы он был в церкви. И когда ребенок болен, то есть ребенок болен, то есть ребенок болен, то есть ребенок болен, чтобы он был в церкви. И ребенок болен, что он был в церкви. И как обезла Message, я не слушаю своей мамы. И мы начали предлагать. И ребенок болен. И с маленьким ребенком болен produção у нас получился целый диалог. Прошло уже 15 минут. И говорит мать оттенок, что ты сказал, что ты сказал, что ты сказал. А что ты могла говорить там целых 15 минут? Итак, это ребенок сегодня уже был родственник. Он сейчас студент. И он находится под Господом. Поэтому, чтобы они приходили на исповедование, они должны договариваться со своим духовным. Когда ребенок слушает дуковника, тогда у него в жизни все налаживается потихоньку. Маленькая история. Отец и мать исповедуются. Затем, но он просил, чтобы он был родственник. Человек, да. 5, 6, 6 лет он. Их ребенок попросил тоже исповедовать. Я говорю, 5 или 6. Что мне нужно сказать, чтобы они не ругались. Родители находились на улице, но они не слышали этого. Они уже исповедовали. И они не считали, что можно сказать. Потом я их позвал. Спросил-ка, почему вы ругаетесь? Перед ребенком и вы так его травмируете. Это он мне сейчас рассказал. Продолжение следует. 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 И поэтому, если есть самая лучшая женщина, то есть лучшая женщина. И нет. Пневматический, здесь, играет самый лучший, самый лучший, самый лучший. Герунда, вы встречались со старцем Паисем? Расскажите, пожалуйста, об этом. Герунда, вы встречались с Герунда Паисем? Пейте нам что-то для этого, если вы хотите. Герунда Паисем? Герунда Паисем? Герунда Паисем был великим старцем. Герунда Паисем был старец старых времен. Герунда Паисем был благословением Господа Бога для нас, которые мы были с Ним знакомы и для всего мира. Герунда Паисем был очень простой человек. Герунда Паисем был очень простой монах. Герунда Паисем был старцем, очень простым здоровьем. Герунда Паисем был очень простой монах. 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 И не высказывай свою боль, которая в нём была. Как я читал про Серафима Саровского, то есть, как был Серафим, отец Паисий был вторым таким. Господь не оставляет людей без направлений, Он всегда оставляет к нам кого-то, кто бы нас направил на правильный путь для нашей. И если он говорит, что нет, он ему отвечал, я больше не хочу, чтобы ты приходил сюда. Если ты не найдешь себя духовно, ты не будешь отвечать. Он давал очень большое значение духовного воспитания. Для этого, чтобы мы все должны быть духовными, которые должны нас вести правильный пути, чтобы мы знали, что мы поднимем Бога. Это целая жизнь святого человека. который посвящал всю свою жизнь, любви. Я не скажу больше, как Паисий, потому что если начать говорить, то можно не остановиться. Лепые. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok